То, что я расскажу, это очередной взрыв мозгов. В странах, реально пьющих, проблему потери населения решили прочь простого. Человека с состоянием сильного алкогольного опьянения и интоксикации выводится... ...каретами скорой помощи. И помощь эта, естественно, бесплатна. Не верите? Смотайтесь в Мюнхен на Октоберфюрст или фестиваль пьё в Англии. Оказывается, страны с вменяемым руководством и свободные от страха за своё экономическое состояние прессой Из мухи слона не делают, а реально заботятся о своём населении. Кстати, возможность получить бесплатную медицинскую помощь у нас никто не отменяет. Есть наркологический диспансер, но нет у населения понятия, что даже однодневный перебор может закончиться похоронами. Вот оно решение проблемы, озвученной вначале. Да, грабли разбросаны повсюду, и только человек с очень крепкой головой мозгами выдержит. Как вы понимаете, степень тяжести похмелья может и не зависеть от количества алкоголя. Просто важно осознавать, что существуют специалисты, для которых ваше непонятное состояние – это не проблема. Помощь вам – это их профессиональная деятельность. У них есть должное оборудование, связи и навыки. И в некоторых случаях связи решают всё. Сложно, плохо и тяжело, и хочется это остановить надолго – организуют. Надо быстро себя в порядок привести – сделают. В мозгах тараканы бесятся, найдут причину и помогут. Словом, возродят и хорошее настроение, и хорошую физическую форму, и желание жить.